Всем привет ребят! Сегодня вы увидите очень интересную катку на инбокере мид через Косвекс. Про каста будет прилетать нереально много, так же много, как топового шмота на Эпик Лут. У них, например, одеть своих любимых саппортов вы сможете всего за 100 рублей в саппорт кейсе. Ну а кому хочется покупать вот эту имморалку на Бэйн или Герем Сторг аж за 1000 рублей? Это же чисто пару пицц. Я хочу пиццы. А вот попытать свое счастье за сотку это уже интересней. Или пойти в апгрейд и с шансом 70-80% улучшить свою вещь. В общем, красота. Тем более с моим промокодом ШИСПИЧ. Введя который вы не только получите плюс 15% к пополнению, но и поможете в развитии канала. Кстати, на Эпик Лут буквально на днях выйдет срочная обнова. Ссылочка на их проект и на промо находится в описании. Ну что, привет ребят! Снова я буду играть сейчас на новом для меня герое. Недавно я уже записывал одного из таких. Это КВП, а теперь Инвокер. Я на нем очень редко играю. Но недавно я в ProDot заметил, что в каждую игру берут одну и ту же сборку. И в каждой игре эта сборка стабильно выше среднего себя показывает. Я скажу так, ребят. Если сборка стабильно средний себя показывает на ProDot, то на низком рейтинге, скорее всего, она будет разваливать. Поэтому, если вдруг вы никогда не играли на Инвокере, то сейчас самый повод начать. Потому что в момент, когда выпустили Квас Векс Инвокера, точнее вот Квас Векс Инвокера через Вич Блэйд, я думаю, много игроков поняли, как это работает. Покажу вам эту сборочку. Честно скажу, ни разу этой сборкой не играл. Я видел, точнее, я доигрывал конец игры на моем компьютере. Ко мне приходил в гости Друган. Он играл. Он опаздывал домой. Ему срочно нужно было вызвать такси. Он вызвал такси, и он хорошо играет на Инвокере. Играл давно. Он сейчас, типа, в Доту поиграл немножко. И я вот за него доигрывал на Квас Векс Инвокере. И я был настолько поражен простотой геймплея. Мерло, что ты орешь? У меня котик орет. Я настолько был поражен простотой геймплея на этом персонаже, конкретно на Квас Векс, что для меня показалось это очень интересным абузиком. То есть, ну, я прям поиграл и подумал, блин, а мне реально можно его потренировать и в будущем записать видосик. Поэтому сейчас я вам постараюсь показать сборочку. В общем, в чем суть? Суть Квас Векс Инвокера в том, что 90% лайнов стоит либо на равных, либо лучше. То есть, ну, редко бывает такое, что он прям всасывает лайн в салат и не может камбэкнуть. Да, там против бурды какой-то, условно, темпларки. Но особенность его в том, что все эти игры, в которых он просасывает лайн, потом он просто идет по карте с одним сапогом мурной и уничтожает. Вот, мы кидаем ЕМПХу для того, чтобы добить дальника. Иногда еще Торнадо берется. Не добью, да? Не добью. Этого добьем. Иногда еще Торнадо берется. Но в моем случае против МК лучше было вот так вот засусурить. Все, подблочим крепасов. Против МК мы стоим хорошо, потому что мы можем, по-моему, Торнадо снимать его палочку. Заряды его палочки, которые у него будут в теории. То есть, если вдруг я вижу, что он самодерется, я всегда просто тычкую его, тычкую, тычкую, тычкую. Потом просто выигрываю лайн за счет того, что снимаю палочку до... То есть, он настакивает палочку и кидает Торнадо. Главное помнить, что хорошие макаки зачастую в палку фейкуют, и это важно знать. Вот, надо сейчас постараться хорошо покоясить. Потому что самое важное, что можно сделать на блоке, ребят, запоминайте. Если вы играете матчап, которым у вас плюс-минус преимущество, вы вот так вот агрессивно себя заточковываете. Если против вас линия слабая, то можно задуматься о переходе в экзор. Конкретно в этой ситуации я должен максимально тычковать, доводить его до лоу-кондиции и смотреть. Если у меня на лайне будет фрифарм, не добью, хотел двух добить, в итоге ни одного не добил. Если у вас на лайне полный фрифарм, то вы стараетесь в приоритете делать... Так, пробью его. Делать акцент на то, что вы купите Вичблэйд. Не какой-то там условный... Да-да, я не знаю. Урну, да? То есть, если у вас супер фрифарм, лучше не урну покупать, а Вичблэйд. Если супер фрифарм, вы можете даже без спага Вичблэйд купить. Если у вас плюс-минус средний кайлайн, там против прака, да, какого-нибудь, который хорошо стоит против инвокера, то на среднем лане я все-таки всегда рекомендую покупать сначала урну, фуизы, там можно даже какую-то урну загрейдить, потом уже все остальное. Конкретно в этой игре, сами видите, насколько у меня хорошая игра. Я куплю нулик. А потом, наверное, я сыграю... Не добьем. Этого тоже не добьем, обидно. Ну, у меня с Кайсом на инвокере некоторые проблемы, я не так много на нем играл, но это вообще не имеет никакого значения. Сейчас мы накастуем Торнадо плюс Кулснэп. Как мы сделаем? Когда он будет под крипами? Если он будет под крипами, мы его немножко подкинем, добив крипа. Я всегда буду перелететь вместо Даная на инвокере, вместо Лоскита, стараюсь тычковать оппонента. Потому что на инвокере тычки очень много ценятся. Привез он себе Грейсжен, ну, это Орбов Короужен. Довольно хорошая шмотка для того, чтобы драться. Но драться против меня у него мало смысла. Все, дальше я просто беру Вичблэйд. Вичблэйд. Просто сходу, ребят, вот просто сходу, даже без фейзов. Просто потому, что вот такая линия, что я могу себе это позволить. Всегда тычкуем против себя оппонента. Вот. Как я и говорил насчет палочки, ребят, смотрите. Палочку на стакал, палочки нету. Так это работает. Он типа думал, что он отожрется, но сами видите, насколько это круто работает. Вы всегда, все игры против макаки это сделаете. Главное не проебаться. То есть, он в один момент может фейкнуть палку, и, ну, у меня не будет возможности с ним подраться. То есть, он фейкнет палку, я кину торнадо, он меня убьет. Тут важно не кинуть торнадо до того, как он нажмет кнопки. Мы всегда не боимся драться. Мы всегда играем вот так вот на харасс. Важно помнить, что инвокера по ресурсам вы хер когда просадите. Он берет квас в тройку, и с квасом в тройку просто вот стоит на лане с 18 перигена без тангусов. Это мне очень нравится на нем. Очень круто еще с инвокером смотрится СМ. Во-первых, она круто гангает под квасом экс инвокера. Во-вторых, она дает ману, герою, которому, ну, в принципе, ману довольно приятно на ранней стадии смотрится. И вы можете вообще полностью не возить никакие расходники. Мне, к сожалению, скорее всего, еще придется купить 1-2 Clarity. Но пока, что, вот как я и говорил, акцент на вот такие моменты. Тычка, 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 тычка. Когда мы видим, что он подставляется под динай, под добивание, мы можем вот такую комбинацию этой особенности сделать. То есть просто, чтобы прожечь ему немножко ману, тем самым он нас не убьет, и сам будет стоять без маны. Вот он съел мангус. Если враг стоит без маны, то, скорее всего, он не загонгает. И, в принципе, ему что-то на карте дело будет особо приятно. Проверим, что там зерна, надеюсь, что там не реген. Он забрал инвиз, мы эту урону никак не боимся. Блин, вот мне бы научиться, на самом деле, еще кейси крипов на инвокере. Было вообще приятно, но... Жизнь такая штука, что не всегда получается так, как мы хотим. Стараемся холдить линию. Инвокер такой лес очень плохо фармит. Он либо гонгает, ну, либо, как в нашей ситуации, на полной рефарме фармит Вичблэйд. Вичблэйд начинает делать гадости. Как работает Вичблэйд, ребят? Вы кидаете во врага кулснэп, делаете тычку. И, ну, торнадо ЕМП, кулснэп, тычка. Все, чиллтруп. Любой герой умирает. У инвокера невероятно огромные статы. У него просто, ну, он супер мощный, квас вексе. У него много интеллекта. Прирост интеллекта 4,6 за левел. Представьте себе, у героя, у которого 4,6 интеллекта за левел прирост. Это просто Unreal. То есть, кстати, да, тут я сделал ошибочку колоссальную. Мне, наверное, стоило пойти подраться тут. Потому что герой мой в этом смысле хорош. Упс, я ошибся тоже, да. Надо так вот сделать сапог. Кларить купим. И сейчас пойдем, наверное, под сапогом за руми. Потому что квас вексе инвокер прекрасно гонгает. Кто бы говорил, там, две способности, как на нем загонгать. Ребят, у него огромная скорость бега. Любая руна. Любая, вообще, слабость противника будет наказываться вашим гангам равно смерть. То, что я сейчас показываю, ребят, не смотрите, что у меня хороший инвокер. Это, ну, слабо говоря, слабый инвокер. У меня мало практики. У меня мало, вообще, в принципе, понимания, как это там герой играть. У меня есть базовые понимания механик. Базовые умения, которые я сейчас попробую реализовать. Вообще, мне сейчас обязательно в него закинуть торнадо ЕМП. Все, теперь уже нет смысла. Потому что мана у него недостаточно много. Мы сейчас стараемся пушить лайн. И после запушенного лайна пробуем загонгаем куда-то. Срочно убегаем. Бот, я вижу цемку, которая совсем охуела. Побегу в бот. Я бегу на цемку. Проказ мы начинаем. Торнадо ЕМП Клуснэп. Если враг убегает, я показываю, что я нападаю. Надеюсь, что чувак поможет. Ну, в принципе, ребят, если вы делаете неудачный ганг, никогда не расстраивайтесь. Потому что ты такой герой, что ему насрать. Торнадо ЕМП Клуснэпчик, ведь челу там будет не особо приятно. Что, лес прогресс, что ли? Разад ушел. Видели, там лес сломался, и он пропал. Ну, это проблема, потому что Старк невнимательный, он не заметил, что я подхожу. Но, как я уже говорил, не расстраивайтесь с неудачной гангой. На инвокере это нормальная практика. Потому что благодаря некоторым неудачным гангам вы научитесь удачно гангать в будущем. Вот. Денаем криточков. Можно такой выход на Вичблэйз сделать. Важно постоянно, когда вам нужно хилить и переключаться на классики. Бэм. Обидно, что неудачный ганг, конечно. Такой, знаете, есть микромомент. Ну, типа, неприятно, что я должен был это делать. Но я немножко нерасторопно вышел. Ну, ничего. Аквазия как зарегенили хпшку? Бритс Наклз приехали. Это скорая стаки дополнительная. Видите, он постоянно тратит ман. У него цемка в команде. То есть, с одной палки он убивает одного крипа. Это вообще ни хрена неэффективно. Все, он стоять не может. У меня есть Бритс Наклз. Огромная. Ну, типа, 35 скорой стаки на такой стадии на героя. Это супер много. То есть, пока что я не пытаюсь слишком выебываться. Чувак играет супер пассивно. Мне нет смысла на эту пассивность отвечать агрессией. Потому что, зачастую, такая агрессия равна тпшке, равна смерть. В топе, конечно, я мог бы помогать. Поэтому давайте линию толкну и пробую пробежаться. Наверное, надо было еще раньше бежать. Ну да ладно. Он игровку сам убил. Хуя он монстр. Я не вижу, что на карте происходит. Как я тебе с издом, чувак? Если бы я видел бы, что на карте, то обязательно дал бы сезон. Но, к сожалению, в этой игре нет никакой информации. Вард я только сейчас поставил. Бот тягангать не хочу. Вардов нету. Из плюсов я хотя бы МК наконец-то увижу. Все, у меня почти Вичблэйд. Купаем рецептик, потому что он дольше стоит. Лишние деньги, будучи мне потерять. Вот, может быть, усмехчик пробить. У меня сегодня руна хорошая. Ману подожгли в него немножечко. Сами видите, что мне этот проказ ничего не стоил, а он потерял огромное количество ресурсов. Класс векс инвокера, особенность его крутая, что его хер догонишь просто. Ты просто заебешься за ним бегать. У него огромный МС, у него огромные статы, у него маленькие кулдауны, у него огромная выживаемость. То есть, ну, ты задолбаешься против него стоять. Можно на трех вексах выбежать. Пардов у него нету. Я бы, может быть, подрался бы с ним, но варлок душит. Варлоком опасно это делать. Хорошо. Могу я подраться под кулснепом? Наверное, да. Извиняюсь, ребят, за телегу. Ну, обидно, что не я килл получил. Но, в принципе, учитывая, что я накастил мне торнадо, это нормально. Тысячка не долетела, это обидно. Светочка долетела, там умирал бы точно. Там, видите, насколько тыщики огромные этого героя. Блин, ну ты бей же, ты чувак. Вот такие моменты, когда тебе килл оставляют, они прям, ну, вообще максимально не нравятся мне. Типа, зачем ты оставляешь килл, когда нужно сделать его, чтобы хотя бы сделать? Ну, типа, что мне для его килла? Мне важнее сделать этот килл. То есть мы в одной команде играем. Не оставляйте киллы, ребят, в ситуации, когда вы не уверены, что этот килл произойдет или там не произойдет. Блин, тут торнадо подвоем. Бля, это еще Варлок. Да сколько вас? Сколько вас? Это особенность инвокера. Три векса нажал, побежал. Может на базу не идти? Я под каритосами сейчас буду. Крепочка добьем. Меня еще за Кларителя. Ну, приятно. Все, Вичблэйд приехал. Сейчас можно показать вам реализацию этого героя. Вичблэйд. Кларити у меня уже юзната. Дровку я, в принципе, убиваю. То есть в идеале, конечно, немножко подфармить сейчас. То есть, ну, подождать, пока у меня откатится мана чуть-чуть. Просто тычками подфармить. Без всего. Потом выйти на дровочку через флоснеп Вичблэйд. Давайте с Вичблэйдом. Прикольно, что с каждым левелом урона будет все больше и больше. Так, мы кастуем QQV. Потом QQQ. И уходим в инвиз. Блин, надо было на вексах инвиз нажимать. Ошибка от меня. Но ничего страшного. Такое случается. И попробуем выбежать на вексах, вот, на дровочку. А как это, проказ происходит? Даем тычку, флоснеп. И просто тычкуем под вот Вичблэйдом. Сами идти какой-то урон, во-первых. Во-вторых, у вас в будущем еще будет торнадо, в который до счета вы попадете. Ну и вы просто убиваете чела. Чуть ли не фллоу. Вот опять Вичблэйд, ребят. Видите, да? Сколько Вичблэйд наносят на ранней стадии. Я не умею играть на инвокере. И честно скажу, ну, не особо-то и хочется учиться. Но на ранней стадии этот Вичблэйд, ну, сами видите, какой-то дэмэдж. То есть, просто, сжигается, минус 3 уже. Понятно, что они по дому летят, да, все такое, но... Сами видите, насколько это огромный дэмэдж. Просто минус 3. Так, дальше берем урну и грейдим эту урну. Ну, в идеале, конечно, фейсики под эту тычку. Тычка довольно-таки здоровая, ее можно сделать. Вот, может, ее можно улучшить. Вот, мне бы, конечно, ману залить, но... Тут нужно такое нажимать. Шувак никак не выживает. Отлично. Все, ульту проебал. Он думал, что он бессмертный, но к вас, как с инвокера, не уйдешь. А тут дальше векс максиса для того, чтобы чаще бегать. Обидно, что урна не успела прилететь, но ничего. Почему урна не первая? Потому что я чувствовал, что у меня есть фейсфарм на Вичблэйд. Вот. Видите, да, сколько огромный дэмэдж, какое замедление. Еще под кулснэпом это будет. Какая мерзотность. 80, блин, дэмэджа. Мне бы еще научиться жать на нем кнопки, конечно, в идеале, но... Честно говоря, я не вижу будущего у себя на этом герое. То есть я не чувствую, что я в нем буду когда-то будущим играть. Поэтому не особо есть желание. Нужно подпушить мид башню, потычковать. Нажал просто проказы, я тоже ману немножко выжечь. Ну как немножко? Флавину нахер просто, помойку. Так, вообще можно сейчас подраться. Отопью немножко кларити. Фейзики сейчас приедут. Вот у нас основной проказ. Кулснэп, Главное, тычку. Тычку я сделал, да? Понимаю, я сделал тычку. Вот такой вот дэмэдж примерно. Все, куда? Такой, знаете, герой чисто разово прокастовый. Проказ нажал, пошел фармить. Причем 40 регена, и прикольно, что тимана регенится, успевает очень быстро. Можно урну загреть, или тоже еще больше дэмэджа было для усиления прокаста. Вот. Блин, я понимаю, что многие кровь из глаз с того, как я жму кнопки на инвокере, но у меня нет практики, но мне очень хотелось его записать. То есть бывает такое, что ты не умеешь играть на герой, но очень хочешь. Это, кстати, страшно. Но, в принципе, голем ломается легко. Не добил. Видимо, либо мисс, либо что-то произошло. Не знаю. Пробой забрать урну. Опять же подхилили. Урна есть. Вообще, в такой ситуации, знаете, что можно сделать? УКВ, инвиз нажать. Наверное, даже еще кулснэп так и ставать. Вексы включить. Пробежаться в инвизии в чужой лес. Он умрет, он умрет. Там такой дэмэдж, вы не представляете, какой огромный. Да, он умрет все равно. Не умрет. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, кто мог ожидать раннего шадоу-блейда? Поэтому купим дасты. Они и мне пригодятся. Тут некого винить. Мне не нравится, что сапик я вот типа, ну, как-то вот пассивно играет, стоят тупо на миде. Но это опять, что же мне не нравится, никого не волнует. Они не руйнят игру, это главное. Так, вексы инвиз нажал, инвиз меньше кд пошел, побежали. Насчет талантов. Я видел, что еще берут талант на гост волк, лично мне он не особо нравится. Но 24 секунды, это слишком дохрена, это половина. Дровочка может побыть за руной сходить. Даст у меня будут. Дровочка. У меня не так кнопка стоит. У меня не так кнопка стоит. Но я все равно должен отдавать его там. И попал немножко. У меня не так кнопка стоит, потому что другой человек играл на аккаунте, и эта кнопка вместо Z стоит на... Ну, сами видите, то есть я нажимал на даст, а он не нажимался. Вот это обидно, конечно. Пропустить скилл из-за того, что просто первая игра на аккаунте, это очень грустно. Ну ладно. Такое тоже случается. Сигнале он... ПТ на силу и Санджи. Смотрите, сколько у него хп. Вот так пробил немножко его. Нет, ничего не стоит. Я класс фэкс инвокер. Может еще немножко даже подбить. Но вообще у него только хп, прям непонятно. Он только чисто в жир собирается, он никого, видимо, убивать не собирается. Я класс фэкс не нажал. Обидно. Ну, конечно, для меня эти атаки ничего не стоят. Почти получилось, братишка. Огонят, что ли? Откуда там сэнтри? Откуда там сэнтри? Откуда тут сэнтри? Варлок косил тучку, там не могло. У него дохерена сэнтри. Ну, опять же, я и говорю, что у меня, типа, на сапике прям ребята фармят на фэкс режиме. Я никак не доставал. А при чем тут это? Мы вдвоем деремся против пятерых. У нас ребята фармят. Ну, тут больше все равно мой косяк. Типа, я не понял, какого черта вообще вот тут сэнтри стоит. Ну, как мой? Типа, ты можешь этого ожидать? Наверное, нет. Но враги афк там стоят. Мне чем нравится этот инвокер? Он на любой стадии не теряет эффективность. То есть, тебя пару раз убили, бкбшка, ну, не особо ты контрит. Ты всегда мешаешь врагу, ты всегда душный, надоедливый. Ты всегда кидаешь свои кнопки, ты будущим еще аллакли на кора накинешь. Ты всегда садишься на шею саппорт, у которого ты съедаешь. так, тп. Тп. Ну, там за ним опять встать за форта. Почему за него так встать не могут? Один только. Пульту, 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 пульту. Отлично. Я уж испугал, что он не нажмет, честно говоря. Вроде я живу. Вроде живу. На квасе, как на фласочке. Отлично. Не достал. Он подурной все равно, но, типа, сложно. Вард стоит, давайте сам разваржим. Я просто ожидал, что ульту не нажмет. Мне даже стрелка немножко стало. Типа, я растерялся. Не знал, что нажать, когда все ульту не нажимают. Вот, типичный прокаст. Кулснэп, тычка, урна. Все. Кулснэп, тычка, урна. Пять раздевардим вард. Весел у меня есть, что тоже очень сильно, особенно против макаки. Отлично. Можно, наверное, опять с кулснэпчиком побегать по роме. Попробовать ебнуть кого-нибудь. Но враги стоят с писером под башней, и это может сыграть со мной свой шут. Мы, конечно, попробуем, но, блин, мы сами понимаем, что они стоят АФК в пятером. Скорее, что это будет в один конец поездка. Типа, блин, это в один конец. Здесь нужно жить. Дорога в один конец была. Мне очень повезло, что меня не убили тут. Да, ну, дровочка тоже, конечно, ошибается. Сейчас можно с веселом на самом деле в топ сбегать. Я просто на вексах побегу, даже ты пожать не буду. На вексах под инвизом довольно-таки быстро АМС. Сколько он дает? Замедление врага 50, скорость инвокер 30. Ну, приятно. МК еще не прилетел, но, в принципе, он должен там уже быть. Птичку зафармили. Я не думаю, что МК полетит, там уже два героя мертвы. Он прям отпрыгал куда-то. Как ты знаешь. Мне так нравится этот герой? Типа, настолько простой по геймплею, просто делаешь стычку, под кулстепом избиваешь врага. Вообще, даже думать не нужно. Еще талантный инвиз возьму. Сам видите, ребята, сколько дохрена дэмэджа можно вносить, не имея никакого скилла. Ну, как я. Я же вообще не умею на инвокер играть, правильно? Правильно. Да, какого черта я убиваю? Какой герой? Даешь стычку и пошел миссити, пошел. Какой ТЛС, блядь, на слар. У меня инвизия катился. Ну, в принципе, я доволен, не считая того, что я не ожидал, что цемка бежит пешком. Я долго смотрел, будет ли тут кто-то, драка началась, я решил пробежаться вот тут, и так получилось, что цемка все это время с базой бежала своим 0 мс, хотя она давно была жива. Думала, ЛНТПшку нажмёт, но не нажала. Талантный кулснэп берется, потому что у нас комбинация густвол, кулснэп, торнадо, ЕМП, урна, то есть, ну, вообще нет кнопок практически. Дальше можно сделать хекс, для того, чтобы чел уже БКБ не нажимал. Можно сделать усиление в виде БКБшки, чтобы, ну, просто бить, меня никто не мог заморозить, там, засалить, что тоже является хорошим выбором. Можно сделать арчит, или блаторн, чтобы увеличить скорость атаки. Можно вообще пойти в демаш через дизолятор, там, или МКБ, что тоже довольно-таки простой геймплей. Всё является простым, это не какой-то к вас экзортный инвокер, который требовательен к скиллу. Этот инвокер вообще не требует от вас какого-то умения хорошо играть. То есть, ну, я же не умею на инвокер играть, но стабильно бегаю, убиваю. Так, это нужно QQV, ТП нажать, после этого накастовать скулснэп, и в инвизи добежать за челом. Там, куда опасно, вот тут можно. Я сейчас опять один в троих иду, плохая позиционка, но... Помогите мне, почему я спереди, пожалуйста. рожь, братишка. Спасибо, папаша, за этот ренол логан из черного цвета, блядь, с бесконечными сентрями. Можно немножко лакрить и накастовать. Ну, это опасная хг, но видите, проблема, что врагов 5, нас 4, из-за этого нам трудно очень. Было бы БКБ, но оракл молодец, спас меня, если бы не оракл, я бы тут умирал. Можно снова попробовать повыебываться. У меня сейчас подозревают, что тоже сентри стоит, давайте проверим. Сентрии нету. Тут вэрлок. просто на тычках. Я понимаю, что они сейчас все пятером сюда выйдут, поэтому нет смысла драться, пробуй свалить отсюда с ддшкой. Ну, конечно, ты бей, чувак. Попал он к варлоку? Не попал, это плохо. побеги, родной. Вот, опять же, проблема, то, что ты на инвоке начинаешь одного убивать, все, пятером стоят под башней. Никогда они не позволят тебе кого-то убить теперь. Теперь остается только фармить до БКБшки, из БКБшки врываться в саппортов и там уже играть. Пока что очень трудно. Кого бы я не пытался убивать, всегда меня душат. У меня еще проблема в том, что я альдея поставил. Альдея это нейтральная вещь. Из-за альдея я регулярно буду нажимать аллакрити не на себя. Ну, то есть, в принципе, не нажимать. Торнадо и инвиз. В инвизе мы бегаем, поскольку мы квас векс всегда бегаем. Пытаемся саппика в перми убивать. Это вполне нормальная практика. Отлично. Нужно, правда, не заряжено, что является минусом огромным. Потому что она не заряжена, это больше проблема нашей пассивности. Делились мы почаще, все было бы гораздо интереснее и легче. Не могу первым бежать, это должен кто-то делать за меня. Тимбер какой-нибудь. Но Тимбер решил поформить альништок, Или что он решил? Непонятно, что он решил. Лоракл тоже не должен бежать первым. Тимбер с такими золотами должен бежать первым. У него прям все на жир. там челы не хочу убивать соло. Я не могу идти первым тут. Все, иди первым. Отлично. Это хороший кел. Тут можно накастовать в АВЕ. У меня пока нет, я первым на ХГ не поднимаюсь, мы об этом понимаем прекрасно. Первым подниматься на ХГ запрещено на инвокере. У меня ничего нет, чтобы сбить. Уракл не меня нажал ульту. Я не уверен, ошибка ли это. Тучку я сделать не могу. Торнадо и ЕМК пробуем нажать по всем. Ласту даже закинем, чтобы не дать им бить меня лишний раз. Ману я много выжег, Сварг сидит на дровке. Подхилишь меня? Второй скилл, второй скилл меня, второй скилл. Подхиль меня, пожалуйста. Да дровку бить. Дровку бить, да бьём. Нормально. Да, на Сварг и, конечно, игрок чрезвычайной важности, но... Если бы сейчас Сварг если бы сейчас умер, то было бы целиком полностью и на Сварг, а просто по той причине, что Сварг в данной ситуации мог бы меня засейвать просто тем, что сидел на дровке. Потому что если он сидит на дровке, дровка на мне не сидит. Ну ладно, БКВ следующая будет, никакой Сварг мне не помешает и туда. Сейчас будет все просто. Подбить. Но, факт истольство фактом, я вообще не умею на инвокере играть и все равно плюс-минус получается делать скиллы и быть хоть каким-то полезным в драке. На экзорту инвокере я был бы супер юзелес. Потому что я не умею на нем играть. Но если научиться на таком инвокере играть, то супер бомб получится. Почему всем поход? Не знаю. Как говорится, мне из-за операторского кресла видней. Ну, я же снимаю на камеру, правильно? Ладно. Пославная комбинация драки торнадо и ЕМП. Вы заебываете врагов, выжигаем ману в драке и им очень трудно играть. Я кот на вебку прыгнул, вы скоро увидите его, скорее всего. вернулся. Бэк, 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 бэк. Думал, можно пробовать убить с помощью со-страйка, но со-страйка такой, знаете, не супер прокачанный. Рожь, форстаф. У него дастов не было, у него дастов не было. Нельзя так отдавать героев, типа, это полная ошибка, но Барк еще в ФК встал. Вон, закинулся страйк туда. Хорошо. Я не могу первым идти. Типа, если я пойду первым, меня просто убьют. Сейчас у меня, конечно, БКБшка будет, но все равно. давайте пробуем уже нормальный проказ нажать. Почти получилось. Снова тут что-нибудь отойти. заебу тебя, дружок. Все в итоге погибли. отлично. Снова пичка. И снова седая ночь. Я плохо жал кнопки, но в принципе этого хватило. Причем мне очень понравился последний файт, потому что я примерно пытаюсь вспомнить, что лучше нажать и в каждый раз ты думаешь, 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 у тебя все лучше, лучше, лучше получается. Просто нашел БКБ, сажал дровку. Примерно как это работает. Что сказать, еще никого-то уроку не рядом, но уроку он мертв. Давай, давай, рыбка, режь. Найс. Отлично, надеюсь, не собьет. Так, чтобы не дофидеть ему. Все, теперь я хочу, наверное, сделать хекс, чтобы также за хекс пытаться убивать одну цель. Хотя, в принципе, еще... Не, гоним тут говно, никто стоять на месте не будет. Так, Тар Инвиз, Кул Снэп, В Инвиз на ушел, ищем цель, убиваем, урна одна заряжена, будет две. Отлично. Вот видите, ребят, даже то, что учитывая, что я не умею играть инвокер, у меня плюс-минус получается. И это очень кайфовый геймплей. Типа, Вич Блэйд, Кул Снэп, урна. Вот как против этого играть? У тебя просто Вич Блэйд, Кул Снэп, урна душит. Типа, играть-то против этого можно, но посмотрите про доту. Там в каждой игре берут этого героя, и в каждой игре он стабильно полезен. Так, вот она. Там не достану. Отлично. Как будто, блядь, Дэнди на инвокере играет, да, ребят? Такой, доунил. В одну цель сел и пошел в миссии. Не, вообще правильно. Я должен садиться на дровку. Мне понравилось, что она подумала, что у меня там вижен есть. Но он был, но он уже кончался и она вышла. Снова сейчас через Блснэпа Лакрити попробуем пробить кого-то. Куда? Я хочу драться. Хорошая. Зарезала рыбка, молодец. Ну вот и все. Если победка, даже учитывая, что я не умею играть в инвокере. Могу еще раз 15 повторить. Готран, готран. Моя. Я хотел красиво, но не умею еще красиво. Надо учиться. Вообще, блин, инвокер реально герой скилла. Думаю, не очень круто можно тащить. Отлично. Так, ну тут я бы взял, наверное, Лакрити или Торнадо. Я думаю, Лакрити бы взял фасарка. И дальше я бы, скорее всего, взял бы Дефинент Бласт вокруг героя. Считаю, что это сильный аж талант. Ну ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось. Я, правда, постарался. Не бесуйте, что я не суперскилловый игрок на инвокере. Меня просто давно просили такого показать, и я показал. Поэтому давайте увидимся завтра в 19.00. Спросите, что несколько дней меня не было. Постараюсь регулярно больше не пропадать. Пока.